Елизаветовка. Село в Азовском районе Ростовской области. Входит в состав Елизаветовского сельского поселения, являясь его административным центром. Расположено в 80 километрах юго-западнее районного центра города Азов. Село находится у впадения реки Еи в Ейский лиман, на правом берегу. Рядом с селом проходит граница с Краснодарским краем. Существует такая быль, что первым названием Елизаветовки было другое – Бурлатская. В Ейском укреплении в те годы проживало немало бурлаков, беглых крепостных крестьян, а также свободных, но не записавшихся в казаки и не имевших своего хозяйства. Многие из них до старости работали где кому случиться – и с найма. В несколько лучшем положении оказались те из зажилых бурлаков, кто получил землю от властей, а зимейные. В межевой книге села Елизаветовки есть запись. В 1800 году земля казенная была пожалована Ейским бурлакам, на которой имя поселена в деревне Елизаветовка, владение казенных поселян и однодворцев. Основали село Елизаветовку беглые помещичьи-крестьяне-малоросы, сообщал в 1902 году археологическому съезду в Харькове круглянский учитель Обламский. На основании архивных данных 1936-1938 года село получило свое название Елизаветовка, как предполагается по имени и в память императрицы Елизаветы Петровны. Таким образом, 1936 год можно считать официально зафиксированные даты основания села Елизаветовка. Однако известно, что земли других поселений, как казенных, так и частных, расположенных по реке Ея и на морском побережье, межевались в основном в 1783 году. При этом, кроме земель войска Донского, соседние владения находились в руках у дворян-помещиков и военных чинов. Значит, село Елизаветовка в этом году, вероятнее всего, уже было, иначе земли эти оказались бы у других владельцев. Например, у Коваленских, которым участок дачи межевался в 1796 году, а соседями с юго-запада уже указаны поселяния села Елизаветовка. В релийской сказке села Елизаветовки на 1816 год указаны следующие группы населения. Однодворцы, 83 мужских и 80 женских душ, казенные поселяния, бывшие беглые выходцы из Бахмутского уезда, причисленные к селу по указу Екатеринославской казенной палаты в 1814 году. В селе также числились малороссийские казаки, 794 души. Нашлось в Елизаветовке место и войсковым обывательным, 135 душ. Число же казенных крестьян оказалось невелико – 20 мужских и 7 женских душ. Таким образом, в Елизаветовке в 1816 году проживало около 1300 человек обоего пола, а около сотни ее жителей отсутствовали по разным причинам. В 1816 году в Елизаветовке открывается первый храм. Прежде был молитвенный дом во имя Христа Спасителя. Этот край в 1810-1812 годах посидило страшное гостье – чума. Пережив это, селяне заложили деревянную о 12 углах и в один этаж из соснового дерева на каменном фундаменте церковь. Колхоз имени Дзержинского был создан в Елизаветовке в конце 1929 года. Памятник в селе Елизаветовка установлен в память о погибших односельчанах в годы Гражданской Великой Отечественной войны. Памятник расположен в центре села Елизаветовка. Здесь находится захоронение расстрелянных фашистами партизанских связных Лещенко и Хора, комсомольца Беленко, а также могила найденного в поле убитого красноармейца Тишина. Пережив голод 30-х, военную разруху, к середине 70-х годов колхоз имени Дзержинского становится миллионером. И по сей день ЗАО имени Дзержинского занимает лидирующие позиции в районе и области, а также входит в число лучших предприятий России. В 2006 году перед администрациями сельских поселений поставили задачу озеленить улицы, разбить клумбы вокруг учреждений и магазинов, посадить деревья. В короткие сроки в 2007 году капитально отремонтировали дорогу по улице Ленина. В 2008 году построена дорога по улице Октябрьской. На территории Елизаветовского сельского поселения есть два дома культуры, больница, школа, детский сад, радиоузел, почта, сберкасса, филиал УМП «Приморский водопровод». На 2010 год в селе проживает 1979 человек.